Приветствую вас, друзья! Здесь мы говорим о народной мудрости и приметах, которые могут помочь нам в жизни, привлечь удачу и достаток, избежать неприятностей, улучшить здоровье. 19 января православные христиане всего мира отмечают крещение Господня или Богоявление. Этот праздник имеет особое значение в христианской традиции, поскольку в нем раскрывается тайна Святой Троицы. Согласно Евангелию, Иисус Христос в возрасте 30 лет пришел на реку Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. Иоанн Креститель был предтечей Христа, и он знал, что Иисус – Сын Божий. Во время крещения Иисуса с неба раздался голос Бога Отца, который сказал сей «Есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Затем на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. В народе крещение Господня также называют водокрещи. Это связано с тем, что в этот день во всех храмах и на открытых водоемах совершается освящение воды. Освященная вода называется агиасмой и считается целебным средством. Крещение Господня – это праздник света, воды и веры. Свет символизирует истину, которую принес в мир Христос. Вода – это символ очищения и возрождения. Вера – это основа христианской жизни. В этот день верующие люди собираются в храмах, чтобы помолиться и причаститься святых тайн. Многие люди также окунаются в воду в открытых водоемах. Это символизирует очищение от грехов и обновление жизни. Крещение Господня – это один из самых важных праздников в православной традиции. Он напоминает нам о том, что Иисус Христос – Спаситель мира, и что через веру в Него мы получаем спасение. В этот день наши предки проводили обряды очищения от нечистой силы. Они верили, что в крещение нечистые духи особенно активны, поэтому необходимо было очистить себя и свое жилище от их влияния. Одним из способов очищения было купание в проруби. Считается, что вода в этот день приобретает особую силу и очищает от грехов. Люди верили, что, окунувшись в прорубь, они смогут избавиться от болезней и проблем. Другим способом очищения было проведение генеральной уборки в доме. Наши предки верили, что грязь и пыль в доме привлекают нечистую силу. Поэтому в крещение они тщательно мыли все помещения, изгоняя из них злых духов. Также в этот день проводились различные обряды, направленные на защиту от нечистой силы. Например, люди вешали в домах и береги, читали молитвы и заговоры. В день крещения Господня у наших предков было множество традиций и примет, связанных с водой. Считается, что в этот день вода приобретает особую силу и может очищать от грехов, болезней и нечистой силы. Существует ряд запретов, связанных с крещением. В этот день нельзя стирать, чтобы не навлечь на себя неудачи и потери. Не стоит менять свою внешность, особенно стричь волосы, чтобы не лишить себя счастья на целый год. Они считали, что вместе с волосами человек может состригать часть своей жизни или судьбы. В крещении принято воздерживаться от порицания и похвалы. Считается, что в этот день слова имеют особую силу и могут повлиять на судьбу человека. Порицание может отпугнуть удачу и привлечь неудачу. Похвала может привлечь внимание нечистой силы. Поэтому в крещении принято быть сдержанными в своих высказываниях и избегать резких слов. Кроме того, в крещении принято воздерживаться от обжорства. Считается, что в этот день переедание может привести к болезням и неудачам в течение года. Наши предки говорили на крещение объедаться, хворым весь год ходить. Ссоры и склоки в крещении считаются особенно опасными. Негатив в сторону другого человека может вернуться к обидчику в тройном размере. Одна из главных традиций крещения – это набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, чтобы набрать святой воды. Святую воду хранят весь год. Считается, что она обладает целебными свойствами и может помочь в трудных ситуациях. Ею можно освящать жилище, пить для укрепления здоровья, использовать для лечения недугов. Также считается, что снег в крещении обладает целебными свойствами, которые могут помочь сохранить здоровье и красоту. Многие православные христиане считают, что гадание в крещении – это грех. Однако в древности гадания в этот день были распространены. Люди верили, что вода в крещении приобретает особую силу и может помочь узнать будущее. Существует множество различных гаданий на крещение. Например, можно гадать на зеркале, на воске, на монетах, на кольцах и так далее. Однако в народе существует мнение, что гадания на крещение могут быть безопасными, если проводить их с чистой душой. Считается, что если человек не имеет злых намерений, то судьба будет благосклонна к нему и раскроет правду. В крещении принято гадать на суженого. Одним из самых популярных гаданий является следующее, если не замужняя девушка или женщина, которая, выйдя на улицу, первым делом увидела мужчину, то выйдет замуж в году. Парень, который женится в крещении, обретет верную спутницу жизни, которая станет ему опорой и источником вдохновения. Предки верили, что такой брак благословляется Богом и будет крепким и счастливым. Если в крещении разбилась чашка или тарелка, это знак того, что в скором времени человек получит прибыль или познакомится с новыми людьми. Считается, что такой знак приносит удачу и благополучие. Добрые дела, совершенные в крещении, очищают душу человека и помогают ему избежать бед и несчастий. Предки верили, что такой человек будет жить в мире и согласии с собой и окружающими. Наши предки также верили, что погода в крещении может предсказать будущее. Если на крещение не пришли морозы, то лето будет холодным и неурожайным. Если с утра пошел снег, то быть меду и богатству. Пасмурный день в крещении предвещает большое половодие весной. Друзья, спасибо, что были с нами. Мы всегда рады новым подписчикам. Также не упустите возможность узнать намного больше в нашем телеграм-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!